Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплёв. На несколько часов набережная города превратилась в настоящую велошколу. Маленькие велосипедисты учили правила движения на велосипеде и применяли их на практике. О том, как юные велогонщики в знаниях правил буквально затыкали за пояс матерых велосипедистов, Следующий сюжет. На какой ждать? А красный. Красный нельзя ехать. А приготовиться к движению? Желтый. Желтый. Маленький Савва точно знает, на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу. Он правила дорожного движения не просто выучил, на практике проверил. И сегодня готов нос утереть любому и сверстнику, и взрослому. И даже сотрудники ГИБДД ему не страшны. Сегодня мы проводим детский флешмоб «Маленькие звезды велотрассы». Юные участники флешмоба продемонстрируют свои умения и навыки при движении на велосипедах. Сотрудники госавтоинспекции также юным велосипедистам расскажут основные правила дорожного движения, а уже взрослым, которые имеют опыт вождения на велосипеде, вручим памятки с разъяснением обновленных правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции здесь хоть и в форме, а все же не так строги, как со взрослыми на дороге. На день они перевоплотились практически в нянек в погонах. С чувством, толком и расстановкой объясняют ребятне, как и что, когда ты за рулем. Здесь почти как в автошколе. Резкие повороты, змейка, кольцевое движение и даже пешеходный переход. Детям трасса дается легко, и если права юным участникам дорожного движения пока выдавать рановато, то вот правила знать надо с младенчества и технику безопасности любить. В заездах участвует более десятка маленьких гонщиков от 3 до 5 лет. Им еще сложно развивать большую скорость и крутить педали, но следовать правилам движения и у них получается. Остается только удивляться, почему же ПДД не даются некоторым взрослым. Дороги переезжаем по пешеходным переходам, также светофор объясняем ему, на какой свет можно переезжать. Слушайте, потихоньку учите. Пока маленькие участники наворачивали круги по проложенной трассе, взрослые велосипедисты получали ценные наказы от сотрудников ГИБДД. За что могут оштрафовать, как правильно поворачивать и где лучше все-таки спешиться во избежание аварии. Памятки берут, обязуются их прочитать и, конечно же, выполнять все те требования, которые написаны участникам ДД в качестве велосипедистов. Хотя мероприятие получилось практически шуточное, безопасность на дороге и взрослых, и детей – это совсем не шутки. За летние школьные каникулы практически все дети осваивают велосипед, а вот правила ДД нет. У нас на территории города Самара в этом году в текущем зарегистрировано только два дорожно-транспортных происшествия с участием детей в качестве велосипедиста. Если посмотреть аналогичный период прошлого года, в прошлом году у нас было шесть таких происшествий, то есть мы замечаем снижение количества ДТП с участием детей. Поэтому сотрудники госавтоинспекции убедительно просят взрослых быть внимательнее на дорогах, а детей кататься на велосипедах только в специально отведенных для этого местах. Это все на сегодня. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Пока.